Конечно, есть немного грусти, радость, но и в конце мне не очень понравилось развитие сюжета. Именно такие эмоции вызвал у Полины рассказ, который она прочитала на проекте «Читаем вслух». Девочка участвует уже не первый раз и не стесняется выступать на публику. Первыми в 2024 году читали вслух пятиклассники. Они познакомились с рассказами Аркадия Гайдара. В январе исполнилось 120 лет со дня рождения детского писателя. Мы прочитали очень много интересных книг, которых нет в школьной программе. То есть я беру произведения, которых принципиально нет в школьной программе. Это важный момент. Проект «Читаем вслух» идет уже 8 лет. С сентября по май раз в месяц школьники с 4 по 11 класса погружаются в мир интересного и захватывающего чтения. Российские, советские, зарубежные и современные авторы, классику, детскую литературу и бестселлеры читают дети в стенах ДДТ. В этот раз ребята читали рассказы о гражданской войне. Когда люди в тяжелое время воевали, им было трудно проходить через все это. Тебе понравился разгар? Да, мне очень понравилось. Какие эмоции испытала от чтения? Ну, я немножко грустила, потому что такие времена все-таки были в нашей стране. И мне хотелось, чтобы таких времен не было. Несмотря на юный возраст, тема рассказов была выбрана серьезная. В школах сейчас практически не изучают гражданскую войну. Важно, чтобы дети получили хотя бы крупицу знаний о тех непростых временах. Все учащиеся прекрасно справились с чтением и выразили все эмоции происходящего на страницах. Многие дети участвуют не первый раз и планируют продолжать. Может быть, прямолинейно, может быть, очень условно очерченные события гражданской войны и описанные с такой даже юморной немножко стороны. Хотя, по сути, там все очень серьезно. В слуху Дворца детского творчества читают не только ученики, но и их родители. Следующая встреча планируется 16 февраля и будет посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мама и дочери прочитают стихи и письма из непокоренного фашистами города.